Вот так, стоя прямо в очереди, Матеус Полинский получает ответы на все интересующие вопросы. В отличие от сборной Польши, его путешествие по России продолжается и теперь Матеусу нужно в Москву. Чтобы процедура была легкой и быстрой, практически все сделали за него. Я уже побывал в Москве, Калининграде, теперь Казань. К сожалению, время отбытия бесплатного поезда для меня неудобно. Решил купить билет на другое время. Хорошо, что ко мне подошла милая помощница. Пять минут и билет в руках, так что путешествие продолжается. Это яркое путешествие по России в разгаре для десятков тысяч туристов со всего мира. Многие в Казани впервые. Как раз задача консультационных пунктов – помочь гостям чувствовать себя как дома. Чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что в гостях основные правила пребывания в нашей стране для иностранных туристов собраны в специальной памятке. Они напечатаны как на русском, так и на английском языке. И здесь указано не только, чего нельзя делать в нашей стране, но и даже как заказать такси и правильно выбрать гостиницу. Но самое главное – на обратной стороне здесь указан номер телефона, по которому иностранные туристы могут получить консультацию круглосуточно. На сегодняшний день поступило 62 звонка. Вопросы касались как и обмена и возврата билетов на чемпионат, так же работы городского транспорта, проживания в гостинице. Такие пункты, где иностранным туристам все расскажут и помогут, есть не только на ЖД вокзале. Их десятки по всему городу. Причем у самих туристов они пользуются популярностью не меньше сувенирных лавок. За время на чемпионате я побывал на многих играх и в разных городах. Ни разу не было проблем ни с такси, ни с гостиницей. Хорошо, что очень много волонтеров и почти каждый знает английский язык. Впереди в Казани еще три игры, а это значит впереди большая волна болельщиков. Советы и консультации им еще понадобятся. Сергей Хайдаров, Андрес Энтальцев, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова